Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас выпуск из глубин океана. Прообраз этого продукта археологи нашли в Египте во время раскопок гробницы Тутанхамона. И якобы спустя несколько тысяч лет были они вполне себе съедобными, но пробовать их никто не рискнул. Изобретением современного варианта мир обязан парижскому повару и кондитеру Николаю Перу. Император Наполеон назвал его благодетелем человечества за то, что тот в запаянной железной стеклянной таре сумел сохранить в течение восьми месяцев мясо, фрукты, овощи и даже бульон. Именно Николя первым в мире открыл в Париже магазин, который назывался «Разная смесь в коробках и бутылках». Этот продукт едят даже космонавты. Правда, за пределами планеты Земля он представляет собой желе. Сок и масло могут брызгаться в невесомости. Для банок в столах сделаны специальные гнезда, в которых их разогревают, а потом открывают специальными ножами. Вы догадались, о чем пойдет речь? Сегодня поговорим о консервах рыбных. Теряет ли рыба свои полезные свойства при консервации? Что означает маркировка R1 на жестяной банке? И почему так важна геолокация производителя? Рыбные консервы польза или вред? Уже много поколений ученых и поклонников. Продукты спорят, отвечая на этот вопрос. То, что находится в банке, подвергается термической обработке. Многие уверены, что во время процесса теряются витамины и полезные вещества. Но это заблуждение. Свойства рыбы никак не изменяются во время консервации. Меняется первоначальный состав сырья. В консервах из жителей морских глубин в обязательном порядке есть фосфор и кислоты, кальций, магний и антиоксиданты. Полезным блюдом для мозговой деятельности рекомендуется его есть при физических нагрузках и проблемах с сердцем. Видов рыбных консервов много. Они бывают натуральными, когда для изготовления используют цельную рыбу лососевых и осетровых пород. Из добавок только соль. При этом продукт только стерилизуют. Бывают консервы с кулинарной обработкой, когда перед стерилизацией проводят копчение, засолку и маринование. Существуют пресервы, для них подходит самая мелкая рыба. Консервируют рыбную печень, и кры делают паштеты, рыбные тефтели и шпроты. В общем, выбирайте на свой вкус. В натуральных консервах вам может встретиться рыбий бульон или желе. В закусочный вид продукта добавляют растительный жир. Сегодня нас интересуют консервы из определенного вида рыбы, из сайры. Узнаем у самарцев, как они ориентируются среди огромного количества предложений и на что обращают внимание при выборе продукта. Нужно посмотреть, где эту сайру поймали. Если она, допустим, изготовлена, то есть какая-то морская рыба вроде бы, а ее выпускает, допустим, в город, где совершенно он далек от моря, то я бы такую не стала брать. Я смотрю поближе к месту ее обитания. Есть там такая интересная приписка на консервной банке под датой годности, называется R1. Как правило, то, что консервы произведены на корабле, поэтому самые свежие, самые лучшие консервы получаются. На срок годности, естественно, на упаковку, мяты она или нет, в надлежащем виде была. Рыба с сайры занимает почетное место во многих любимых нами рецептах. Это и знаменитый салат мимозы, и супы – продукт, источник ценного белка, жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Причем в процессе консервации, напомню, полезные свойства не теряются. Но главный и неоспоримый плюс – это удобство и демократичная цена. Стоит опасаться высокого содержания соли, потому не следует добавлять специи в блюда, в состав которых уже входят консервы. С точки зрения здорового питания отдавайте предпочтение рыбе в собственном соку. Героями нашей сегодняшней программы станут торговые марки «Доброфлот» «Китбай» и «Ремерика Фиш». Расставим их по алфавиту, согласно названиям, присвоим каждому номер от одного до трех. Напомню, что в линейке представлена натуральная тихоокеанская сайра в собственном соку. Испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы – сохраняйте. Чек. В лаборатории данный продукт будет проверен на наличие токсичных микроэлементов – это катионы тяжелых металлов, на диоксины, радионуклеиды, пестициды, гербициды и антибиотики, которые могут содержаться в исходном сырье, и на наличие токсичной микрофлоры, то есть бактерий, которые могли попасть туда при изготовлении данного продукта. Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе консервов – на дату изготовления. Она находится на крышке в первом ряду. Обычно вылов сайры происходят с августу по начало декабря. Если сроки изготовления попадают в эти даты – хороший знак, берите. Если мы говорим про рыбные консервы, то они в герметичной упаковке и без доступа воздуха, и упаковка изначально была стерильна, то срок хранения у них может достигать года и более, и хранение от плюс 5 до плюс 20 градусов без доступа открытой влаги. То есть в лужи их хранить не стоит. Это единственное, наверное, ограничение. Лучший изготовитель тот, который работает на побережье в местах вылова рыбы. Консервы производят в том числе и на плавучих базах. Это не говорит о хорошем или плохом качестве. Просто есть и такой вариант. К слову, маркировка R1 на крышке означает, что консервы произвели на рыбозаводе. Процент содержания тушек рыбы и рассола, он нормируется по техническим условиям, либо по ГОСТу, который данный продукт изготовил. Соответственно, если мы уж хотим быть педантичны и точны, не обманывает ли нас потребитель, нас потребитель и производитель, то сливается рассол и вычисляется массовая и объемная доля, собственно, того продукта, который содержится в банке. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Интересные факты из истории рыбных консервов. Знаменитая килька в томате на протяжении долгих лет делалась по уникальному рецепту. Рыбешек солили прямо на борту траулера, после чего быстро доставляли на завод. После этого их уже там обваливали в муке, потом помещали во фритюр и потом заливали томатным соусом. После чего получалось одно из самых знаменитых советских блюд. Стоила баночка кильки в томате 35 копеек. Обращаем внимание на то, где был произведен продукт и есть ли на нем маркировка ГОСТ, плюс первому и второму участнику. Состав – рыба, масло и соль. И больше ничего лишнего ставим плюсы всем конкурсантам. Открываем банку и обращаем внимание на кусочки. В идеале они должны быть одинаковыми, аккуратными, а бульон – светлым. Плюсы первым двум участникам. Ученые одного из красноярских университетов сделали интересный вывод. Они установили, что в рыбе консервированы иногда полезных элементов больше, чем в рыбе приготовленной. К примеру, в селедке, которая находится в маслячной заливке, полезных элементов намного больше, чем в свежей. Оценить на вкус наших конкурсантов мы предлагаем Елене Немцевой. Она, как и многие хозяйки, обожает готовить на праздники салат мимоза, а иногда радует свое семейство этим блюдом без повода, просто так, домашняя и довольная. Для нее рыбные консервы палочка-выручалочка, когда надо что-то приготовить на скорую руку, Елена не знает, какие марки принимают участие в эксперименте. Она будет ориентироваться исключительно на свои вкусовые предпочтения. Первый образец мне понравился больше, потому что он вкусный, в меру соленый, не разваливается. Второй менее соленый, а третий вот он крошится. Из трех представленных вариантов я выбираю номер один. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Участники боролись за победу, но в лидеры вышел лишь один. Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!